И снова вас приветствует ваш проводник новой реальности Безонотроп. Сегодня могут прыгать от радости и даже выиграть диск владельца панасоника в 3.2. Ну а начнём базар сегодня с игры Killer Corps. В этой игрушке просто мегатонна видеозаставок. Начинается всё с того, что вас забрасывают в какую-то глобально мерзкую местность на парашюте, и вы к своему крайнему неудовольствию застреваете, зацепившись за дерево. Тут-то всё и начинается. Из кустов вылазит какой-то не очень страшный и даже смешной зомби, который сразу же начинает хавать вашу ногу. Так бы всё и продолжалось, если бы из тех же кустов не вылез ваш напарник. С яростными криками он метает свой гига длинный ножик в бедного зомбяру. Потом начинает подкатывать к вам с криками «Добро пожаловать в ад». Насчёт этого он правит, ведь вокруг буквально на каждый метр приходится штуки три разных трупа, то есть зомби. Ваше задание от самого президента – замочить всех зомби, выручить своих фронтовых корешей и, конечно же, уделать самого главного психа по имени Человек-Ана, который как раз и создаёт всех этих неудачников. По пути вам надо собирать всякие амулетики и патрончики. При этом ваш напарник будет всяко нервничать, шутить и нецензурно рожаться на непонятном наречении. В общем, тот ещё тип. Ещё один ваш напарник – девушка. Вроде бы симпатичная, но какая-то странная. Почти никого не гасит, зато много говорит и всё фотографирует, успевая при этом ссориться с вашим каррифаном. В общем, для панасоника игра неплохая. Следующий черёд игры – Aon in the Dark, что переводится как «В темноте в одиночестве». Игрушка притягивает на то, чтобы стать классикой жанра ужаса. Начало игры – вы тусуетесь в заколдованном доме. Цель игры проста – унести из этого дома ноги. Эту игру, пожалуй, можно сравнивать с Resident Evil, но графика здесь оставляет желать лучшую. По части прохождения проблем у вас не так уж много, если вы имеете опыт игры к подобной игре. Готическая обитель, в которой вы находитесь, напичкана разнообразными загадками. Игра мне предлагает самые различные направления. Если говорить точнее, то по 3-4 направления из каждой комнаты. Вокруг полно загадок и ловушек. Обнаружить их непросто. Некоторые вещи попрятаны по углам. Некоторые нужно передвинуть в определенное положение. У многих вещей обнаруживается неожиданное назначение. Шкафами, например, можно перегородить окна, чтобы в комнату не ворвалась какая-нибудь психованная нечисть. Вам же можно разбить и найти в ней ключи. Зеркала образуют необычайный зрительный обман. И вы обнаруживаете целую кучу оружия, необходимого для активных действий. А теперь мой вопросик. Как зовут того человека, из-за которого вы попадаете в заколдованный дом? Тот, кто правильно ответит, получит приз от торгового мотен, диск с игрой Killer Corps. Ну чао, какао.